Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Сегодня я расскажу вам про аварию, которая случилась у нас на данном фидере, на данном присоединении. Это у нас ввод на одну из подстанций. Здесь ячейка КСО-298. Так, немножко пробегусь сначала по компоновке, а потом расскажу, что произошло. Так, ну вот вверху у нас здесь шинный разъединитель. Сейчас схема собрана, всё восстановлено, фидер введён в работу. Это у нас отсек выключателя. За ширмой установлен вакуумный выключатель Таврида Электрик ВВТЛ-10. Здесь у нас питание терминалом, оперативной цепи и питание прибора, многофункционального прибора СОТЭК. Небольшой клеммничек. Второй клеммник у нас, кстати, находится вот здесь вот. Вот фидер у нас включен, выключатель включен. Горит красная лампа. Здесь управление дистанционной с телемеханики. Нагрузка по СОТЭКу составляет, как видите, 49-48 ампер. По терминалу у нас тоже нагрузка. Вот, 48-49 ампер. Здесь также видим дистанционное. Выставлено управление по телемеханике и положение горит. То, что включатель включен. Это у нас терминал ТОР-200, Т-72, 16К, то есть компактный. Вот таким образом выполнена коммутация на самом терминале. Это у нас токовые цепи вот здесь заведены. Вот собрана звезда по ним. Это земляная защита, вот два конца. Ну и здесь цепи управления, сигнализации, аварийных сигналов. И, соответственно, РС и Ethernet для системы телемеханики. Так, это у нас подключен СОТЭК. Вот видно его трансформаторы тока. Также собрана звезда на концах. И питание 100 Вольт вот заедено с нейтралью. Причем лампы, блок управления, ключи управления. Вот такая вот ячейка КСО-298. Ну, здесь у нас привод, рукоятка шинного разъединителя. Здесь у нас рукоятка красным цветом, рукоятка заземляющего ножа шинного разъединителя. Ну, с этой стороны у нас рукоятка, соответственно, кабельного разъединителя. И рукоятка заземляющего ножа кабельного разъединителя. Так, и это у нас кабельный отсек. Кабельный отсек. Здесь у нас имеется блокировка, электромагнитная блокировка дверцы в обязательном случае. Так, и там у нас, видите, установлен трансформатор тока земляной защиты, феррантий. И силовой кабель. Вот у нас там же видно разъединитель, который включен. Вот здесь вот, кстати, видны следы аварии, но сейчас я о ней расскажу. Началась данная авария с однофазного замыкания на землю. Получается красной фазы. Как случилось замыкание на землю? А все просто. Вон там установлен трансформатор тока. Вон он. Ослабло контактное соединение трансформатора тока с шиной. Ток по фазам изначально составлял 70, 72, 73 ампера. Такая была нагрузка на фидере. Соответственно, при таком токе нагрузки ослабленное соединение трансформатора тока и шины начало греться, грелось, грелось, грелось. Там вся нижняя часть трансформатора тока полностью оплавилась и начала капать на вот этот вот изолятор. Изолятор уже кабельного разъединителя. Капало, капало, капало. И что привело к однофазному замыканию на землю фазы С. Прошел сигнал КИС. То есть контроль изоляции 10 кВ. Ну и здесь, коль это все открыто, летели брызги расплавленного металла, частицы металла, шины, остатки трансформатора тока. Все это попадало на близлежащие фазы, изоляторы, так и ведущие части, что очень быстро привело к межфазному замыканию. То есть там практически развилось оно достаточно быстро по времени. Что приводит к отключению данного фидера по защите, соответственно, по токовой отсечке. А согласно снятой саллограммы, ток замыкания, как видите, составлял 11-12 кА. Что как раз таки соответствует току короткого замыкания на шинах. Ну это практически на шинах есть. Горячий. С него что ли началось? Горячий. Горячий. Продолжение следует... Здорово бабахнуло, блин. Продолжение следует... Подключение данного фидера. Но сейчас уже все восстановлено. Видите, все находится в работе. Шинный разъединитель был заменен. Кабель отремонтирован. Подизолирован. Трансформаторы только заменены оба. В общем, вот такая у нас случилась неприятная аварийная ситуация. Но что делать? Жалко, что ячейка еще достаточно новая, свежая и уже получила повреждения. Ну вот, в принципе, это все, что я хотел вам показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Я поясню по данному случаю, что, может быть, что-то упустил в процессе рассказа. Кстати, хотел бы вам еще напомнить, что вы мне в любой момент можете выразить благодарность за интересные, полезные, познавательные сюжеты. Ну и в целом, для дальнейшей мотивации и поддержания YouTube-канала. Все реквизиты Сбербанка и Кинькова будут указаны на экране. Проявить благодарность сможете путем перевода абсолютно любой суммы, которую посчитаете нужной. Так сказать, сколько ни жалко. Заранее всем большое спасибо. Также на переведенные средства я смогу приобрести какое-нибудь новое и интересное электрооборудование или приборы для обзора и испытаний. Также не забывайте подписываться обязательно на мой инстаграм-канал. Там я публикую различные ситуации своих будней и подобные отключения, только в достаточно кратком формате. Там прикладываю оселограмму или просто фотографию какого-то события и не делаю полноценный обзор для YouTube-канала. Также не забывайте, что у нас имеется чат в Телеграме, чат электрики. Один из самых популярных на электротехническую тематику, где мы ежедневно разбираем различные рабочие ситуации, отвечаем, задаем друг другу вопросы, помогаем новичкам. И все в таком духе. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok